О том, почему важно правильно утилизировать батарейки, знает Венера Тарасюк, учитель химии и организатор акций по раздельному сбору отходов. Батарейки необходимо сдавать в первую очередь, потому что это наши ресурсы, вторичные ресурсы. В батарейках у нас находится очень много ценных металлов, таких как литий, цинк, марганец, а также тяжелые металлы, которые могут попасть в почву, а также наш организм уже непосредственно через воду или через пищу, которую мы с вами употребляем. А тяжелые металлы у нас с вами не выводятся из организма, они накапливаются и уже потом могут развить различные уже тяжелые заболевания, вплоть до раковых заболеваний. Одна батарейка может разлагаться до 100 лет, а ее опасная начинка отравляет почву, воду, убивает мелких животных. И если для человека последствия загрязнения среды кажутся неощутимыми, то для природы все очевидно. Земля с большим количеством солей перестает быть плодородной в радиусе 20 метров, а для ежиков такая доза будет смертельной. У вас может быть, например, дома повышенная влажность, и батарейки могут, конечно, прореагировать и уже разгерметизироваться, другими словами. Ну, все, что находится внутри, будет постараться выходить снаружи. Если у вас уже батарейка не работает, вы должны положить какой-нибудь контейнер, хорошо закрывающийся. Вы можете использовать какую-нибудь баночку или просто пластиковый контейнер в качестве коробки. Вот, собрать нужное количество и уже отнести в пункты, где принимают. И таких пунктов в нашем муниципалитете несколько. Специальные контейнеры находятся в магазинах сети «Вкусвилл» и «Эльдорадо». Мы готовы сдавать батарейки. Приехали в магазин популярной «Святоси». При входе стоит вот такой уголок для авторстрия. В том числе есть контейнер для батарей. Как соберется большое количество, мы делаем заявку и приезжает машина. А как быстро наполняются обычно? Ну, два раза в месяц точно. Раз в месяц в «Видном» проходят акции по раздельному сбору отходов. Ближайшее состоится 20 февраля. К площадкам школы номер 5 и 9 можно принести не только батарейки, но также металл, бумагу, пластик, тетропак, электрохлам. Мусор увозит Сибиратор – компания, занимающаяся сбором и переработкой отходов. Помочь экологии, а заодно экономике – просто. Нужно всего лишь проявить немного участия и бросить так называемый мусор в специальное ведро.